Девушки отдыхают В нашей страничке сайта и ВКонтакте Ну, вдруг могут нас подозревать На самом деле, видят люди, кто заходит видят, что Анатолий без маски Но Анатолий, по-моему, не скрывает, что у него уже иммунитет Да? Вот, кивает, как-то грустно, так, Анатолий Ладно, представляем гостей нашей студии Анатолий Курбатов, координатор сообщества Красивый Киров и организатор первых двух урбан-форумов Добрый день! Сорганизатором, добрый день! Там все-таки администрация и наш любимый политех Спасибо за уточнение Александра Коробейникова, участница фонда Городские проекты в Кирове, добрый день, Саша И Ксения Казакова, наша коллега и куратор политического блока ВОБАН-форума, здравствуйте Тут такая не очень понятная возникла ситуация на самом деле, на которой мне не очень конечно хочется там, ну, в ней не очень хочется погружаться, но я так понимаю, что в связи с коронавирусом в связи с тем, что у нас сейчас не самая простая история с количеством заболевших было принято решение те мероприятия, которые мы очень хотели анонсировать с участием известных и нагородних гостей все-таки передвинуть и урбан-форум в том виде, в котором он изначально заявлялся с приездом специалистов в сфере урбанистики в сфере городского управления в сфере там политики даже, да все это перенеслось на январь, насколько я понимаю все верно предварительно, да, январь предварительно январь но Анатолий вчера выкладывал анонс у себя в фейсбуке я видела его и писали люди, конечно что в январе ситуация может измениться нет, ну там еще часть организаторов которые планировали у них будет секция по экологии и по городскому планированию да, там отвечающие за эти вопросы и Лев Саламатов, и Олег Созинов, и Ирина Вихарева они будут в онлайне 20-21 числа ноября да, ноября потому что они считают, что эти вопросы нельзя откладывать в этом году закрываются ну прием предложения да, прием предложения им надо его проговорить все прочее и поэтому они решили часть форума провести в онлайн режиме и в зуме там ссылочки на страницах тоже будут я думаю у вас это будет это есть уже в социальных сетях я думаю, что это появится много где кто онлайн формат предпочитает и пожалуйста, вот уже можно так сказать, да но мы сейчас будем говорить все-таки об иногородних гостях потому что когда мы планировали освещать подготовку урбан форума конечно те фамилии которые озвучивались там и Анатолием в частности они привлекают внимание и вчера в комментариях спрашивали вас все ли гости заявленные подтверждают свое участие несмотря на перенос ну смотрите под словом все гости вы наверное имеете только Евгений Вадимович Розимов ну почему на самом деле там вопрос простой когда у нас форум планировался планировался в сентябре месяце изначально и мы когда собрались мы решили что все кто решил его проводить второй раз третий что мы все напишем посты в соцсетях чтобы опросить мнение что сейчас в Кирове является самыми большими проблемами и соответственно кто хочет стать организатором ну вместе с нами мы и у нас собралось там порядка 27 человек и мы Bono дляbait и и уже по этой обратной связи выставили поглючайтесь эти проблемы там по парангу и собственно подбирались спикеров они могут помочь то есть Вы это на политики решены и заборы относятся к политике, переименование города относятся к политике, капремонт и мусорная реформа, так иначе. И все это сводится к тому, когда начинаешь общаться с политиками, с нашими депутатами, что прямые выборы мэра так иначе задействованы. А кто у нас в России лучший спикер по этой теме? Евгений Вадимович собственно взял билет до Екатеринбурга, доехал, познакомился, пригласил, все, проблем никаких нет. Евгений подтверждает свое намерение. Как он сказал, ребята, ситуация не очень понятная, как это будет все, просто если у вас ничего не сорвется, или когда вы точно уже оформитесь, пишите за две недели, все, приеду. Единственное, говорит, что я поеду за рулем, это 9 часов, и просто переехать там на 2 часа, это неинтересно, мне нужна будет программа на 2 дня, то есть посещение каких-нибудь вещей, значимых, все прочее. Он очень много шутил про белых, про историю, когда он был в Кирове, про нашу церковь, прекрасный человек. Ну, Евгений, я и Бороизмана знают, конечно, многие слушатели Эхо Москвы, да. Вот, ну, собственно, если бы был вопрос про это, то вот ответил. А дальше уже мы к нему решили подбирать, подбирать к нему спикеров. Это, наверное, Ксения больше рассказывает, потому что это ее блок. И политический блок, если мы про политику говорим. Он будет закрывать. Там ведь у вас и урбанистический тоже есть блок, и транспортное планирование. Но давайте все-таки сначала по структуре. Вы решили разделить лекции, то есть не собирать их в один день, в один, два, три дня, а разделить по выходным дням, в течение месяца. Так как мы уже проводим первый форум, первый форум у нас, по-моему, был так, на четверочку, твердую, да, то второй был немножко скомканно, потому что даже те спикеры, которые приезжали, они сказали, ну что, приехали, мы почитали лекции, без перерыва, без всего, без обсуждения. Следующий спикер, следующий спикер, к чему мы приезжали вообще? Мы приезжали решать проблемы. Поездить, поболтать, мы уже типа наездились. Естественно, в этот раз мы решили сделать, что приезжают те люди, которые решили уже такие же проблемы, которые сейчас в Кире существуют, и не на практике, то есть перекрестки разберем аварийные, да, с ГИБДД, там с большими данными по работам, как в Москве сейчас работают, там СОД и их отдел транспорта, департамент. То же самое здесь проведем двухдневный хакатон с человеком, который там проводил хакатоны в Москве и разработаем хорошее приложение или какие-нибудь там бизнес-идеи по обработке этих данных. И то есть, чтобы было практические результаты, потому что много мы слышим по результатам двух форумов, первое, что типа результатов никого нет. На самом деле он есть, просто он не такой видимый был, да, а тут мы прямо хотим, чтобы конкретно, чтобы у хейтеров и всех прочих, чтобы не было даже сомнения, что это все не зря. Ну вот с точки зрения слушателей тоже удобнее прийти когда-то в выходной, а не вырываться с работы на целый день, плюс когда половина сотрудников либо болеет, либо на дистанционке уйти еще сложнее. Мы собирались, когда собирали обратную связь по форуму, конечно, да, выходные дни гораздо удобнее, потому что вот у меня есть несколько знакомых в здании, которые напротив вас работают, они просто как бы не хотели посетить урон форум второй, они не смогли выбраться, потому что это было рабочее время. Ну вот это все, кстати, пеняют, да, что чиновники-то не ходят, а чиновники в рабочее время, ну не всегда есть возможность отвлечься. Ну там и чиновники, все равно как помощников, там замминистров, они не самостоятельно, у них есть главный, при каких-то их встречах они должны там присутствовать, потому что они не могут выбраться. Никто их не отпустит. Ну, тем не менее, они же и принимают решения, принимают решения все-таки не глава администрации, он только подписывает документы, условно говоря, а все равно все вот эти разработки, все документы и все прочее, все решения принимаются там на уровне заместителей, на уровне глав департаментов и простых специалистов. Ну, в целом, понятно, да, почему выходные дни людям удобнее и с точки зрения там своего времени, да, и удобнее приглашать каких-то людей, принимающих решения, потому что им тоже проще вырваться в выходные. Значит, что планируется пока? Открытие форума 24 января, еще раз, это даты предварительные, то есть в зависимости от ситуации может сдвигаться назад. Давайте, у нас еще есть два гостя, у нас Ксения расскажет про программу форума, потому что она у нас была приглашенным специалистом как одна из лучших организаторов таких мероприятий. Спасибо. Я хотела просто даты перечислить, подождите, 24, 30, 31 января. Это три уикенда будут. Да, 6 и 7 февраля. Ой, мне кажется, невозможно, правда, реально вот планировать настолько заранее, мне кажется, и организаторы тоже относятся к этому так, ну, условно, да. А у нас на каждый форум отдельно организаторы, но на каждый уикенд отдельно ответственные, они занимаются только своим вопросом, и в принципе их не особо интересуют еще в других частях форума. Ксения занимается политическим блоком, и политический блок будет закрывать. И общим управлением. Он будет финальным, да, он пройдет 7 февраля, и он не столько политический, он совместный экономика и политика. То есть у нас будет такая совмещенная история. Ну и мы, естественно, приглашаем туда федеральных гостей, да, и вот уже названный Евгений Ройзман туда приедет. Мы планируем, что и уже дал согласие политолог Валерий Соловей. Мы приглашаем... Теперь высокого полета фигура. Да. Очень. У нас действительно набирается хорошая, мощная федеральная команда. Мы ожидаем на экономическом блоке Наталью Васильевну Зубаревич. Лично? Нет, единственное, что она будет... Да, онлайн. Да, онлайн она подключится к нам. И мы ожидаем, что депутат Государственной Думы, Дмитрий Гудков, тоже к нам приедет. Он был, кстати, одним из авторов законопроектов Госдумы о возвращении прямых выборов мэров. Поэтому он как законодатель, как законотворец, как человек, который эту тему знает досконально, он тоже приедет, расскажет и на эту тему подробно поговорим. Я думаю, что еще и подискутируют они, может быть, с вами. Да, это будет в рамках панели дискуссий, поэтому это будет достаточно такая серьезная дискуссия. Ну, я смотрю, помимо прямых выборов мэров, из того, что заявлено пока в качестве тем, да, это панельная дискуссия «Хочу изменить город, как мне стать депутатом». Это, кстати, тоже хорошая такая штука, особенно в преддверии выборов надвигающихся в ЗАГС собрания, а потом в Городской Думы. Нет, а существует такой запрос у людей «Хочу стать депутатом»? Обычно у партий, наоборот, дефицит кадров, и они выходят с криком «Кто хочет стать депутатом? Ребята, давайте, нам нужны кандидаты». Ну, партия, когда выходит с таким запросом, они просто ищут людей, которые будут нажимать галочки. А есть люди, которые активны, которые хотят стать депутатами, не хотят принадлежать никакой партии, условно говоря, потому что у них интересы не политические больше, а больше практические. То есть они хотят ходить по нормальному городу. Нести ответственность, с людьми встречаться, работать в свободное время бесплатно. Есть такие люди. У меня, кстати, двое коллег в этом году, в здании, где я работаю, они пробовались на местных выборах с нынешними депутатами. Никто их об этом не просил. Они молодые, там, до 30-35 лет. То есть запрос есть, да. Думаю, что он только будет... Но при этом люди должны в этот момент какую-то поддержку получить, ну, хотя бы теоретическую там, да, может быть, теоретическую еще какую-то, да, для того, чтобы понимать, с чем им придется столкнуться раз, и для того, чтобы помощь какую-то, может быть, получить в процессе, да? Да. Ну, тоже просто даже банально научить читать документы правильно, да. Ну, нормально понимать, что такое бюджетный кодекс, что вообще такие... Что такое вообще бюджет? Что такое, там, прямые выборы мэра? Чего они зависят? Как они работают? Вот тут Саша проводила недавно при прямой выборах мэра... Вопрос? В раках горпроектов, нет, они встречались с депутатами. Это была просто встреча, да. И как Саша говорит, что это было? Что это было? Цензурное слово. Да нет, это была предварительная встреча, просто мы собрались, обсудили, как-то попытались эту тему актуализировать, узнать, на какой стадии у партии этот вопрос, потому что в этом году уже были инициативы вернуть. Ну, пока все в разработке, то есть эта тема еще будет озвучена в этом году, я думаю. Ну, нет, она озвучила, что это был провал, потому что оказывается, что они ничего не по этому не понимают, это было сложно. Нет, неправда. Ты мне неправильно понял. Нет, есть и запрос у активистов, и вообще у горожан на прямые выборы. Есть у партии желание, ну, я не знаю, там, это какие-то политические амбиции, или это реально. Я думаю, что больше реально все-таки желание эту ситуацию изменить, поэтому, да, будем эту тему развивать. Прямые выборы мэра. Но там еще на самом деле будет обсуждаться, естественно, бюджет, потому что бюджет и деньги, это то слово, которое всегда говорят, когда заходит разговор о том, чтобы в городе что-то улучшить. Да, давайте сделаем это, денег нет. Давайте сделаем это, денег нет. Зато на бюджетное слушание никто не приходит. Бюджет, об этом тоже будут говорить, да. Вы знаете, я хочу сказать про бюджет. Вообще мы исходили из тезиса о том, что счастливые граждане, счастливые горожане, люди, которые удовлетворены качеством городской среды, они счастливее, они более вовлечены в рабочий процесс, и они приносят более высокий городской ВВП. То есть экономика и там... Отдача от этих людей больше. Да. То есть они работают с большим удовольствием и делают больше, успевают больше. Кстати, вот там есть еще одна из... Система КПИ для городской администрации, внедрение менеджмента и успешный опыт в муниципальных учреждениях вы тоже будете обсуждать. КПИ. 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 КПИ, простите, да, КПИ, конечно же, да, 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 да. Лекция городской депутат как инструмент для горожан по решению проблем территорий. Ну это то, что вот мы уже абсолютно обсудили. Вот, это все будет у вас пока планируется на последний уикенд, то есть на закрытие урбан-форума. Ну вот так вот за три года существования урбан-форума политика пришла все-таки в него, поняли все, да, что там не делается ничего, или либо сложно самим что-то, да, снизу сделать, скооперироваться, все равно нужна какая-то поддержка со стороны власти, ну и, а дальше уже и запросы побольше, и собственный мэр избранный, да, начинается. Ну я, честно говоря, вот все эти истории и дискуссии вокруг избирать нам мэра прямыми выборами или не избирать, не очень понимаю, потому что мне кажется, что все-таки время прямых выборов, может быть, не настало. Я не знаю, вы со мной, наверное, не согласитесь все? У меня в этом плане позиция простая. Дискуссия важнее, чем результаты, как бы, выборов. Почему? Поэтому, когда этот вопрос просто обсуждается, и люди обсуждают, и увлекаются в процесс, это уже огромный результат. Это даже часто важнее результат, чем итоговый результат всех обсуждений. То есть если мы не будем этим заниматься, обсуждать, а может быть даже выбирать этих мэров и набивать шишки, то мы... Или, например... Достанет нужное время. Какой человек был бы хорошим мэром, потому что этот человек будет у нас перед глазами, да, и мы можем понимать, что пока он не может стать мэром, но может стать кем-нибудь другим, например, депутатом. Ладно. Так, это политический блок. Но еще большая история именно с урбанистикой связана, и вот то, что говорил Анатолий по организации движения, да, и про ЦОД, и про ДТП, и про безопасные перекрестки, и история, связанная с городским дизайном, как я понимаю. Дизайн-кодом, наверное, да? Имеете в виду. Ну, и дизайн-кодом в том числе, да-да-да. Ну, я могу про транспорт сказать. Это, в принципе, родная тема, наболевшая. То есть транспортную секцию Анатолий выводит. Да, я, Алексей Радченко, вот у нас как человек, через которого мы договорились со всеми спикерами, потому что у него большой опыт проведения таких мероприятий, и он внутри этой тусовки является большим авторитетом. Ну, а мы в Кирове, это я, Игорь Багин, и Костя Сичихин вместе с нами, мы втроем как бы уже тут на месте будем решать все вопросы. То есть ГИБДД, где надо пригласить, где там главу ЦДС, еще каких-то чиновников. Мы планируем, что Алексей лично проведет хакатон, скорее всего, это будет в ЭГУ, да, со студентами. Это будет двудневный разбор, что такое большие данные, как с ними работать, и по итогу должны получиться или какие-то программы, или какие-то бизнес-проекты, и вообще студенты научатся работать с большими данными, по большому счету будущее. Это для студентов? Ну, это да, скорее всего, потому что, ну, в основном хакатоны проводятся среди профильных студентов, и это такое у них вовлечение, и часто становится итогами дипломной работами, или там их будущими бизнес-стартапами. Хакатоны проводят все крупные компании, там, от ВКонтакта до Гугла, как бы, в России, и, соответственно, вот эта тема, как бы, она очень популярна. Вот. Большие данные, это для понимания, у нас ЦДС собирает абсолютно, кто где купил билеты, как ездят автобусы, расписание, там, кто вышел на маршрут, кто не вышел. У нас есть куча данных по рекламе в Кирове, у нас есть куча данных от Яндекс.Такси, о передвижении, да, о пробках. У нас там есть куча данных с камер, и это все лежит, и никак не работает на пользу города. А на основании всех этих историй можно было бы что-то планировать. когда мы занимались транспортной реформой навигации, нам предоставили статистику по ЦДС, и я немножко удивился, что те основки, где вот не залеплены рекламы, там, где покупают люди, там, бизнесмены, ставят рекламные конструкции, они, на самом деле, там, 7-е, 13-е, 15-е в части посещения. А самые посещаемые основки, там, Вершининский перевулок, например, на Филейке, или на Попово перед Творовского, люди садятся больше всего, и там даже основки нет по большому счету. То есть, если бы бизнес имел доступ к этому, то эти места были бы дороже, соответственно, и город их мог продавать. А так все проходит. Ну, типа, вроде УЦУМа много народу, мы там ставим, как бы, две основки, как бы рекламу. И таких данных на самом деле много. Нет, ну, слушайте, это получается не только бизнесу нужен доступ к этим данным, а просто элементарно анализирующие чиновничьи голове. Да, да, и соответственно. Которые могут пополнить бюджет, например, в городском. И эти большие данные называться нельзя большие данные, потому что их действительно очень много, и просто их вот так вот смотреть в таблички, это можно потратить огромное время. Поэтому нужны программы, которые это будут анализировать, выдавать уже какие-то конкретные результаты, какие-то вещи. Я уверен, что в рамках Хакатона это там появится идея, которая просто сейчас даже представить невозможно. Всегда после Хакатона цель вроде одна, а результат всегда просто в разы выше, потому что это куча молодых людей, которые начинают думать не заширенным взглядом, а вообще в разные стороны. И на выходе может быть все, что угодно. Вот. Это вот первая часть. Но она будет идти два дня, отбота параллельно урбан-форуму. Как бы я думаю, что мы там с Иваном Губиным договоримся, как это все красиво благоустроено здесь сделать. Потом у нас будет Иван Иванов. Он один из разработчиков моей улицы в Москве. Это в центре, знаете, такие красивые и безопасные улицы стали. И мы хотим с КПДС, с Кировским, выбрать два перекрестка, сам этот аварийно-опасный, который я никак не могу справиться, и попробовать в рамках ГОСТов, но без там заборов, без каких-то таких вещей решить эти проблемы. То есть снизить аварийность этих участков, показать, что это можно делать, ну, как это можно делать правильно. Как это можно делать? Ирина, еще остались перекрестки без заборов-то? Опасными без заборов? Да, есть. Заборы не повышают. Люди понижают количество заборов, я сама наблюдаю на Октябрьском празднике. Ну, и то, что я жду, это вот мне больше всего нравится, потому что Ваня Иванова, там, Леша Раченко, мы с ними постоянно пересекаемся, общаемся. Я жду Дмитрия Грубова. Это молодой человек, он работает в службе движения Мозгартранса, но это тот человек, который провел транспортную форму в Белгороде, который сейчас восхищает все урбанисты и все транспортные аналитики. Чем там именно восхищаются? Они сделали выделенные полосы для автобусов, не по краю дороги, а по центру. Они сделали БРТ, это безрельствовый регулярный транспортный. То есть автобусы у них катят по центру, им приоритет, и сейчас туда ездят все вот эти ведущие проектировщики, смотрят такие, как так? Если раньше автобус проезжал в центр города за 55 минут, он сейчас проезжает за 8, и машины стали еще быстрее при этом ездить. Если раньше проезжали за 27 минут, он сейчас за 23. То есть вроде бы где-то сузили дороги. Так не бывает. Где-то сузили дороги. Где-то тут подбор. Да, и соответственно, он расскажет, как это он сделал. И плюс у него еще большой плюс, помимо того, что они сделали транспортную реформу, они еще привлекли в несколько регионов троллейбусы новые автобусы за счет федеральных денег. То есть мы договорились, что он выступит 20 минут в городдоме и рассказал депутатам, какие наши шаги сделать, чтобы в рамках БКД получать больше денег и не только на асфальт, но и на другие программы. А, кстати, да, объявили о продлении этой программы. Там есть обновление транспорта. Да, собственно, мы все это делаем под практически результаты для города Кирова. А вообще вот интересно, в Белгороде эта реформа, насколько денег и времени потребовала? Может, он нам не дожить до такого никогда? Я думаю, на прошлом форуме, на втором лучшего воспоминания, на мой взгляд, это было воспоминание Никиты Маликова, где он рассказывал про стандарты благоустройства города Белгорода. Когда они взяли абсолютно, сфотографировали все окна, замерили, выделили стандарт по окнам, по отмозкам, по парковкам, и через 10 лет, и этап внедрения всех этих вещей, то есть какие здания пока ремонт, когда меняются, как новые здания строить, и через 10 лет это будет красивый, европейский, цивилизованный город. Но европейский, я говорю, именно подразумевает и цивилизованный, да? И вся вот эта работа огромная обошлась бюджету благоустройства города Белгорода 13 миллионов рублей всего лишь. Мы на заборы в этом году потратили чуть-чуть поменьше. Но не нужно. Можно было не ставить заборы и сделать то же самое, что сделали. Ну, то есть надо понимать, что это небольшие деньги, это просто неправильно потрачено. Просто надо думать еще о будущем немножко, да. Так, ну вот есть блок транспорта. Я могу еще долго рассказать про транспорт, давайте не будем говорить перед ним слово. Ну, вернемся. Я просто сейчас перед перерывом хочу анонсировать еще один блок. Транспорт, значит, и безопасность, и удобство. Да, есть блок «Деньги и политика», да, что называется. И есть еще один очень важный блок, он больше про... Есть два блока. Два блока. Да, просто... Про насоту и про сохранение исторического наследия. И это Александр курирует, я так понимаю. И есть еще блок про парки и скверы. Ну, тут Светланы Кекина и куратора нету, поэтому я думаю, что, не знаю, может быть, с ней потом отдельно поговорим. Ну, Анатолий, я думаю, что... Микрофонов мало. Нет, нам Саша расскажет, она месяц не разорвается. Хорошо, хорошо. Значит, давайте мы сейчас начнем, потому что у нас есть еще минутка до рекламы, и после этого мы продолжим как раз с Александрой. Хорошо. Да, значит, историческое наследие. Первое, значит, открываете вы, Александр, как раз эту сессию, пока она запланирована на 6 февраля, презентации проекта «Карта исторических ценных домов города Кирова». То есть это фонд городские проекты готовил, да? Ну, так я пока для затравки, так скажем, расскажу. Этот проект только еще начинает разрабатываться. Мы вдохновляемся примером коллег из Екатеринбурга. То есть мы в этом году городские проекты съездили в Екатеринбург, где проводился архитектурный саммит в Архиевразии. Очень классное мероприятие, подобное урбан-форуму, кстати, тоже проведенное вообще без денег. То есть там бизнес, власть и общественники объединились, провели мероприятие. Ну, в Екатеринбурге, я слышала, там действительно дает бизнес очень хорошо на культуру, на социальные вещи. Ну, видите, там привито это, да. Я думаю, что привито. И мы там познакомились и с местными групп-проектами, и с активистами, которые занимаются защитой архитектурного наследия. У них есть очень хороший проект, что там с УКН называется. Это не только там какие-то их проекты исследования, это просветительский проект. То есть они рассказывают горожанам о том, что наследие – это классно, что это может приносить деньги, что давайте его беречь и так далее. Поэтому им родилась идея, ну, на самом деле, еще на нашем мозговом штурме по генплану, где мы предлагали разные предложения по тому, как сохранять нам архитектурное наследие. Объединить данные, которые есть по исторически ценным домам. Это не только УКН, это еще и здания, которые никем не признаны пока. УКН – это объекты культурного наследия. Да, сфотографировать их, там какие-то исторические справки собрать, в каком состоянии, то есть какое-то имущество частное или муниципальное, и как их можно использовать. И на Urban Forum собираемся презентовать этот проект. Он на данный момент находится в разработке. А потом там еще вот в этой же программе есть мозговой штурм, как использовать можно исторические дома, которые дополнят эту карту. То есть тут такая как бы у нас экосистема получается, все взаимосвязано в этой программе. Вообще у нас сквозная тема этой секции, этого блока, как и по паркам, кстати, это как сохранить и как заработать. То есть мы очень надеемся на участие бизнес-сообщества. Конечно, в 2021 году будет сложно эту тему продвигать. Наследие, в принципе, сложно продвигать. И мы, кстати, тоже собираемся пригласить девушку из еще одного екатеринбургского проекта «Школа наследия», называется, которая расскажет, как научить горожан ценить это. Вот. Ну, продвигать будет сложно, я думаю, потому что есть стереотип, что мало денег, вечно их не хватает, да. И в 2021 году, очевидно, будут финансовые проблемы с бюджетом, поэтому... Продвигать сложно, но в Екатеринбурге справились. То есть мы сейчас делаем перерыв на полторы минуты, у нас реклама, и мы вернемся к разговору с Александрой. Александра Коробейникова, Ксения Казакова, Анатолий Курбатов в нашей студии. Обсуждаем предстоящий урбанистический форум, ту часть урбанистического форума, которая была обещана изначально кировчанам с приездом многородних экспертов. И мы с Александрой сейчас остановились на секции, которые связаны с красотой и сохранением исторического наследия, и потом еще немного поговорим про зеленые зоны. Историческое наследие – это те дома, которые, ну, важно нам сохранить, да. Это то, чем восхищаются приезжающие в Киров урбанисты. Говорят, что у вас здесь сохранилась вот эта вот комплексная застройка, и вообще вы сами не понимаете, какое богатство вам досталось. Вот, да, главное слово – это то, что сами не понимаете. Мы часто просто проходим, я не знаю, глядя куда-нибудь там в пол или в телефон, и даже не замечаем этих домов, и тем более не считаем, что это нужно сохранять и бороться. Да, но в большинстве голов, мне кажется, все-таки вот исторические и ценные здания – это все-таки там дома какие-то вот, ну, с финтиплюшечками какими-то там еще что-то. Вам надо походить на экскурсии пешком по Вятке с Антоном Сергеевичем Констановым и научитесь любить свой город. И научитесь любить… Хорошо. Ну, у вас перестанет быть чужим, и какие-то старые здания, вы начнете знать про них истории, это какая-то уже начинается связь и все прочее. Рекомендую. Старинные здания просто в большинстве голов, они, ну, вот, определенный стереотип есть исторического ценного здания, да, а есть ведь еще пласт истории, промышленные объекты наши, да, которые тоже сейчас в городской среде тоже не используются, иногда стоят вообще как зубы, извините, пожалуйста, ненужные, да, и все ходят и говорят, когда уже этот дом снесут, чтобы построить что-то другое, более красивое. Это же в 30-е. Не более красивое или картонную коробку в туалетной плитке какую-то. Вот, и история с использованием промышленных зданий – это тоже то, что будет обсуждаться. Да, мы опять-таки в Екатеринбурге подсмотрели там лекцию одного архитектора, он презентовал проект, он сам его лично сделал и уже реализовал, как они бывшую конфетную фабрику переделали под жилой дом. То есть там кирпичная кладка такая, ну, не очень старинная, 19 век, вот, они просто придумали, как это все можно использовать и как сохранить. Ну, то есть это такой компромиссный вариант, чтобы здание не пропадало, вот, и вместе с тем украшало город и использовалось. Это самое, наверное, важное при сохранении наследия. Вот, придумали такой проект. То есть на основе этого проекта как использовать промышленные здания по переоборудованию в жилое, да? Ну, не обязательно в жилое. Я думаю, что в рамках работы над вот этим проектом, карту исторически ценных домов, мы тоже будем анализировать, какие у нас в городе сохранились объекты, да, в том числе и промышленного назначения, и там уже думать, что с ними можно делать, и есть ли смысл их сохранять, потому что, вот, не знаю, у меня, например, более компромиссное такое отношение, да, что все подряд, может быть, там, и не надо. Вот, поэтому над каждым домом, думаю, что судьба каждого дома должна решаться с одной стороны индивидуально, а с другой стороны в комплексе, потому что здание все равно, оно в рамках определенной среды существует, и ее, вот, ее-то и надо сохранять тоже. Вот интересно тоже, есть какой-то единый тренд по стране или нет? Потому что это я вспоминаю, как у нас используют промышленные здания, крупные города, либо какие-то это винзаводы у нас получаются, культурные пространства. Ну, кластеры какие-то. Да, либо вот как Яндекс снимает там мануфактурные здания, то есть они размещают там свои офисы и сопутствующая инфраструктура, какой-то там, ну, общепит, или что вот нужно крупной такой компании рядышком, или какие-то арендаторы мелкие там помещаются. Либо жилье, но жилье, мне кажется, в историческом здании имеет смысл, ну, затевать вообще всю эту историю, если только есть потребность в покупке жилья, потому что, именно такого формата, потому что лофт-жилье, оно, мне кажется, не дешевое очень. Под жилье редко переделывают, да. Вообще сейчас какого-то комплексного подхода к этому, мне кажется, что нет, к тому, там, как использовать бывшие промышленные здания. Есть большое количество кейсов в России, но, наверное, пока этот опыт ещё пока надо обобщать и анализировать. У меня сейчас перед глазами здание, которое находится на территории завода, по-моему, 1 мая, которое я увидела в фильме, который снял у нас этот, про ребёнка. Да, 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 да. Единственное нормальное в этом фильме это то, что здание мы на ту территорию чаще всего попасть не можем, а действительно это там красный кирпич, какое-то промышленное здание там тоже, по-моему, даже уже не используется. То есть это ценные вещи. Жалко это терять. Что далеко ходить, вот прямо за вами находится станко-строительный завод. Да. Такой хороший квартал в центре города, малотажный, из него можно сделать просто офигенский центр с барами, с офисниками. Собственно, там уже есть попытки. Да, с партнерами, то есть он можно просто сделать прямо уголок цивилизации в центре города, а не то, что он сейчас из себя представляет. И такие примеры есть буквально где-то в Туле или в Твери в этом году. То есть небольшой город, это не Москва, не бизнес-завод и не бизнес-завод. Да, бизнесмен, местный девелопер, он потихонечку выкупил старый завод в центре города и просто сделал там офигенское пространство. То есть газончики, уличная мебель, всякие беседочки. Забор поставил, никого туда не пускают. Нет, 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 в свободный подоступ там функционируют бары, какие-то части под детей это делали под детское заведение, то есть как бы просто сделал прям такой условный парк. Но это должен быть подвижник какой-то. Да, это, конечно, это очень все... Сейчас, когда непонятно вообще, будут ли бары работать, и музеи, и галереи, и все что угодно. Это не масками торговать, да, условно говоря. Ну да, и мы вот говорим, да, о запустении, а сейчас же не только историческое наследие и промзоны, но и просто вот смотришь, где аренда, аренда просто все пустые здания. Да, я согласен, скоро придется разрабатывать программу, как использовать понастроенные торговые центры. Ну, мы знаем прекрасно, что примерно там США перед глазами, когда там 63% молов просто построены в 90-х, 80-х годах, они просто или разрушены, или там сейчас играют, там стреляют из пистолетов, бегают, как там играют. Ну, по имболу, да. Да, или просто там отдаются под какие-то... То есть они пустуют. Молы в современном формате, они уже менее выстреблены. Ну, мы видим, по примеру, там, это не в тему, да, все... Ну, мы видим, например, даже в пятерочек, что они все переходят в формат магазина дома, закрывают свои курсели и все прочее, потому что поведенческий фактор людей меняется. И есть еще одна важная тема, которую мы тоже у нас в эфирах неоднократно поднимали, она опять же связана с невостребованными историческими домами, да. Мы задавали неоднократно этот вопрос бизнесменам, почему бизнес не готов брать в аренду исторические издания, и почему бизнес не готов выкупать исторические издания, если мы говорим о каком-то их дальнейшем использовании и их сохранении. И бизнес тогда говорил, мы готовы на самом деле, но там огромное количество бюрократических препон, власти нам не готовы помогать в решении бюрократических вопросов. И мы просто, когда считаем те расходы, которые должны понести, понимаем, что это настолько нерентабельно, это вообще настолько про благотворительность история, а не про бизнес, что мы не готовы. Вы будете искать варианты? Да, у нас будет такая секция, где мы будем обсуждать инструменты, которые можно применять, чтобы упростить эти процессы. Вот есть пример Томска, откуда родилась программа «Аренда за рубль». Там, по-моему, порядка 20 изданий по такому формату передано в пользование бизнесу. И есть еще зарождающаяся практика государственного частного партнерства. Это опять Екатеринбург, наш любимый, выступал чиновник, кстати, что очень важно, важно, чтобы от чиновника мысли передавалось другим чиновникам. Они, думаю, что друг другу больше доверяют. Вот он рассказывал, что у них первое здание, вот застройщик взял и там его пытается, ну не пытается, а ремонтирует уже. Как там, какое там дальше будет у него наполнение, не знаю, но про государственное частное партнерство, я думаю, что уже давно говорится. Да, не только там сохранение наследия. Поэтому, да, к этой сфере тоже можно применять. У нас остается буквально вот, буквально три минутки остается. Давайте быстренько по озеленению города, да, про вот эту вот часть. Ну, Светланы Кейкиной нет, но тем не менее, очень быстро. Что будет по этому вопросу? Тут, наверное, тема для отдельного эфира, потому что у Светланы планы очень глобальные. Ну, я уже упомянула, что сквозная тема — это как сохранить и как заработать. То есть будет предлагаться предпринимателям развивать какие-то свои проекты в парках, какие-то точки общепита открывать, может быть, какие-то мероприятия проводить, ивенты. Как использовать парки зимой? Это сейчас, думаю, что тема всё более и более актуальной становится. Сводим их в наши парки посмотреть, чтобы человек приезжий, таким свежим взглядом их оценил, может быть, что-то предложил. Ну, там, естественно, ещё разные лекции будут про зелёные технологии, про экодизайн-код. Потом, как создать небольшое зелёное пространство в своём дворе, не только парковку для машин. А потом, вот как у меня вчера вечером, приезжает КТК и с бетономешалкой раскапывает там всё твоё зелёное пространство, потому что у них там тепловая камера, и надо ставить какой-то счётчик. Они же после этого восстанавливают, и качество восстановления повысилось в последние годы. Тут вопрос в том, можно ли было создавать зелёную зону над этой тепловой камерой. Как выяснилось, не всегда это возможно. То есть вот эти вещи все, они будут, и мы, разумеется, ближе к Урбанформу об этом расскажем. Я думаю, что по каждой секции мы ещё более подробно пробежимся. У нас времени остаётся минуты, и я должна просто напомнить, что Наталья Зубаревич, которая будет и в... Она будет завтра ещё, да. Она будет ещё и завтра, да, завтра будет лекция Натальи Зубаревич. Она будет онлайн... Вообще специалист по бюджетам, мне кажется, она может так настроить и читать бюджет, что ты будешь считать, что это вообще очень простой документ. Вот, кстати, да, мы... Светлана Заниконовна у неё выходила как раз к рамкам Урбанформа, потому что думали, что в ноябре, и вот, собственно, чтобы не пропадала договорённость. Договорённости остались. И так она тему подготовила, изучила. Да, о нашем регионе, потому что говорить она будет не только о состоянии социально-экономической жизни российских регионов, в чём она прекрасно разбирается, но и она, на примере Кировской области, разберёт, вот, как регионы проходят этот кризис, кризис нашей пандемии. Начало завтра в 17 часов. И с точки кипения ВятГУ будет эфир. Люди могут подключаться онлайн. И для этого, насколько я понимаю, нужна будет презентация на платформе Лидер Айди. Всё. Спасибо большое нашим гостям. Встретимся ещё раз. Пока ориентируемся на конец января, начало февраля. Анатолий Курбатов, Александр Коробейников, Аксения Казакова. Первый чад дневного разворота завершён. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова